Новинка недели в социальных сетях – прослушка от пользователя Тамбов Саратов. Он и прежде не раз заливал в YouTube телефонные разговоры обитателя Акурды. На этот раз голоса собеседников напоминают голоса главы президентской администрации Аслана Мусина и бывшего Акима Алматы и бывшего министра по ЧС Виктора Храпунова. С 2008-го Храпунов живет в Швейцарии, он приходится родственникам политическому оппоненту Назарбаева Мухтару Аблязову. В речь в начале телефонного разговора идет о непростых отношениях его родственника с родственником президента Назарбаева Тимуром Кулебаевым, видимо на почве национализации БТА-банка и последовавшей за ней информационной войны между ними. Аслан Булаевич, добрый день. Добрый. Это Храпунов, вы заняты, нет? Нет, нет, Виктор Вячеславович, нас внимательно слушаем. Как дела? Да ничего, спасибо, так вроде все с божьей помощью, как на роде говорят. Как, как вы? Ничего, спасибо, работаем. Сейчас хлопот много на день рождения президента, представляю, сколько всегда было всех. Аслан Булаевич, а вот мое предложение, что я говорю, использовать меня как регулятора между Мухтаром и Тимуром, оно так и не поддерживается, да? Виктор Вячеславович, знаете, все поддерживается, но для того, чтобы приступить к каким-то реальным шагам, мы должны друг друга правильно понять, вы согласны со мной? Первое. Второе. Вы должны получить другую же объективную информацию, которой мы владеем в отношении Мухтара и Тимура, так же? Вот когда мы друг друга поймем, я готов вас использовать за 200%. А для этого нам встречаться надо. Почему? Потому что у нас будет работа глухого и немого. Вы будете меня не понимать, а я буду вас не понимать. Вот для этого я предлагаю приехать сюда. На нейтральной полосе встречаться, ну глупо, понимаете, мы будем сейчас играть в разведчиков. Да, ваше впоследствии понятно, что вас здесь задержат. Вас не задержат. Я вас лично в встречу в аэропорту привезу в Акварду, посоветуемся, поговорим. Если захотим, заведу я туда к вам наверх, потому что, честно говоря, есть вопросы, которые надо снимать сейчас. Потом, поверьте, Виктор Вячеславович, будет очень поздно. Да это я все понимаю, Слава Вячеславович, я все понимаю. Но единственный момент такой, что... Честно говоря, никакой гарантии нет. Ну, представьте, вот сейчас там приседуют все, кого могут. Нет, вы понимаете, гарантии нет. Ну, тогда по-другому невозможно. Вас арестовывают здесь, казахстане. Мы, планета, поверьте мне, для чего? Вы не представляете здесь, извините, не обижайтесь. Какую ценность представляете? Не представляете здесь. Это ведет большая борьба. Это не просто там играют между этими ребятами. Настоящая борьба идет, война идет. Все применяются, разные ресурсы, разные силы. Вот это я вам хочу показать, что вы поняли, о чем речь идет. Это просто политика, я все прекрасно понимаю. Я сам играл в эту политику. Тут однозначно из разговоров нет. Так вот, я что хотел сказать, Арслан Булаевич. В принципе, ну, просто... Я думаю, что есть шанс... Я не выдумываю от себя. Я не от себя говорю когда-то, за счет твоего приезда. Держица заручился поддержкой, договорились. Сам понимаешь всем. К тебе отношения нормальные. Сколько лет работали вместе. Ну, кто предполагал, что такая ситуация возникнет с вашими родственниками? Ну, просто не в это, в нем. Предполагаю, что разговор этот состоялся летом прошлого года. Накануне дня рождения Назарбаева 6 июля. В начале беседы Храпунов спрашивает о хлопотах, связанных с его празднованием. А в конце беседы он говорит, что пока держит обет молчания и удерживает паузу. Публичную критику и обличение режима Ельбасе он действительно начнет позже, с августа 2011-го. Уже после этого телефонного разговора, в котором стороны компромисса не достигли. Я все прекрасно понимаю. Единственное, что бы я хотел сказать, если я сегодня какой-то обет молчания держу или держу паузу... Министер Вегиславович, вот какие ерундой занимаются, нахуй, слушай. Какой обет молчания? Ну и че там? Говори, че хочешь. Вот смотри, по всему миру говорится, пишутся, даются интервью. Ну и что это? Повлияет на процесс, что ли? Оно невесо не повлияет. Че ты можешь сказать? Давай, не смеши людей. Да, вот, не смеши, совсем другие вещи. Считаешь же? Ну и что? Страна на месте, люди на месте. Месяц спустя Храпунов дает серию разоблачительных интервью. В ответ, в том же августе 2011-го, финансовая полиция Казахстана заявляет о заведении уголовного дела против Храпунова, но по каким статьям не уточняет. Главный недостаток этой прослушки – ее запоздалость, что, кстати, присуще пользователю Стамбов-Саратов. Как правило, он размещает разговоры годичной давности, а то и более. Впрочем, ценности они не утрачивают. Тем более, в коллекции появляются новые голоса. Теперь вот есть голос, похожий на голос Аслана Мусина, который и официальными выступлениями мало как Дорадова. Были сомнения, что голос прослушки не походит на его голос. Посмотрев вот этот ролик, можно сравнить и проверить, похож или не похож. Я готов вас использовать на 200%. Визуально видели тех явления, которые происходили в Верховном суде. Данный телефонный разговор состоялся в еще стабильном Казахстане. Еще до терактов в Таразе, до перестрелок в Актюбинске, до бойни в Жанузене и других спецопераций и массовых убийств. Тогда еще будто бы и страна была на месте, и люди были на месте. Но с того времени многое сдвинулось с места. И страна, и люди. Появление в сетях прослушки с голосом, похожим на голос Аслана Мусина, не кажется случайным в общем контексте атаки на его позиции со стороны соперников в Акурде. Им явно не по душе растущее влияние руководителя администрации президента. Мы становимся свидетелями того, как группа Тимура Кулебаева тоже начинает терять свои позиции. Какие бы сильными не были бы Асланы Мусины, Тимуры Кулебаевы или другие какие-то группы, все их могущество зависит напрямую от президента. И я думаю, что не случайно Дарья Га в свое время под занавес уходящей сессии парламента выступил с инициативой. Я думаю, что эта инициатива не может и не могла быть не согласована с президентом. Поэтому ей дадут, как я понимаю, очень сильный политический карт-бланш на зачистку всех тех, кто слишком окреп возле президента. Атака на Аслана Мусина началась с увольнения и предполагаемых уголовных дел в отношении его протеже экс-акима Травской области Рыскалиева. По мнению наблюдателей, круг сжимается, зашатались кресла и под другими ставленниками главы президентской администрации. В этом смысле данная прослушка, видимо, только затравка, анонс, а главное прозвучит позже и наверняка не через год или более. Как ни странно, в этом заинтересованы не только демократические силы, но и политические тяжеловесы из окружения Ельбасе. Единство и борьба противоположностей.